Родители многие унижают своих детей. Вместо того, ты никогда не имеешь права, даже если ты разозлился, даже если ребенок тебя неправильно ведет, ты не имеешь права, порой я смотрю на родителей, на отцов, на матерей, такое чувство, что дети это родители, а отцы и матери это дети. Они себя ведут хуже, чем маленькие дети. Они мало того, что себя плохо ведут в магазинах, в общественных местах, в домах, в квартирах, они так нагло, так унизительно, так неправильно берут за руку своего ребенка и тащат по полу. Пойдем сейчас типа за угол, я тебя там тихоря, там накажу тихоря. Там ты уже пока тащишь этого ребенка, уже видит твой проклятый характер. И у тебя нужен тебе земной Адам, уже виден. Ты должен показать Христа, Иисуса, Его мудрость, Его характер, Его любовь. Тогда ты увидишь все и сменится, и не придется даже порой ребенка своего наказывать. О, что-то новое мы слышим от пастора, не надо ребенка наказывать. Пониже я скажу, что надо наказывать. Но мы, мы унижаем своих детей, чем грубыми и негативными словами. Мы обзываемся, мы говорим негативные слова, негативные исповедания. Мы высвобождаем сами слова проклятия в сторону наших детей. Слова неудач. Мы создаем проблему. И самое главное, глобальная проблема верующих отцов и родителей, это когда вы представляете Бога лживым в глазах ребенка. Бог не такой. Потому что Бог смотрит на тебя, отец. Ребенок смотрит на тебя, отец. И думает, что Бог такой. А ты должен работать над собой. Ты должен знать учение Господне. Вот такое учение Господне. И мы порой не принимаем своих собственных детей. Наш собственный ребенок вызывает внутри нас. Мы никогда это не признаем. Мы никогда это никому не скажем. Может, у кого-то психолога где-то. Сегодня у вас нет никакого доверия никому. И это ваша проблема. Когда нет доверия, это означает вы лживые. Потому что человек, который доверяет, он, он будет доверять, и он будет говорить правду. Вы понимаете? Психологом можем открыться еще кому-то, еще кому-то. А внутри стоит стена. Между тобой и твоим сыном. Между тобой и твоей дочерью. У тебя есть антагонизм. У тебя ребенок твой собственный отталкивает. Хотя нет, это мой ребенок, я его люблю. А поведение твое и поступки, говорится, совершенно обратное. Потому что так, когда в семье много детей, и есть любимчик в семье, к любому ребенку по-другому относишься, чем не к любому. Нет, я всех люблю одинаково. Но только здесь особенно. Послушай, особенно можешь любить кого-то, но не имеешь особенно права особенно отталкивать кого-то от себя во имя Иисуса Христа. Аминь. Дети нуждаются в одобрении. Дети нуждаются, чтобы их вдохновляли. Дети нуждаются, чтобы их направляли. Дети нуждаются, чтобы родители проводили время с ними. Вы здесь или нет? Дети должны знать, что они приняты. Почему дети... Послушайте. Почему дети в поисках? Почему дети в соцсетях? Почему дети в мобильниках? Они что-то ищут. И у вас одно дурное может прийти только в голову. Грех. Грех. А может, не грех они ищут. А может, они ищут там любовь. А может, там ищут они принятие. А может, в семье они не приняты. Может, в семье их недолюбливают. И не дают настоящую отцовскую любовь. Все эти же видят, что у родителей нет времени для них. Они не проводят время. Даже если дома, набери на планшет, на интернет, на что угодно. Только меня не трогай. Я устал. Мне некогда. Я деньги зарабатываю для тебя. Я одежду тебе покупаю. Им сто лет не нужны эти одежды, эти сандалии, эти шапки. Если у них дома нет любви. Нет атмосферы принятия. Если в семье они не найдут, то они это найдут на стороне. Оттуда и рождаются гомосексуалисты, лесбиянки, проститутки и то подобное. Они легко отдаются и доверяются этим деткам. Потому что в семье они это не увидели. Они не могут много чего объяснять, рассказать, но они должны знать, что их любят. И они ценны в наших глазах. Они особенные в моих глазах. Это не означает, что я покрываю все недостатки. Это не означает, что я покрываю все грехи. Это не означает, что я ничего не вижу, как слепая любовь. Нет! Это означает, что я строю моего ребенка. И ребенок через меня должен видеть Божий характер. Если родители этого не делают, то в другом месте дети будут искать. Наши сыновья и дочери ищут доверие. Почему наши дети закрываются от нас? Знаете, почему они закрыты? Почему они доверяют? Не доверяют. Поэтому тебе ничего не рассказывают. Если у мамы с дочерью есть доверительные отношения, она будет рассказывать своей маме все. Вы понимаете или нет? Если сын с отцом доверительные отношения, он будет рассказывать, он будет открываться, открывать свое сердце о своих планах. Поэтому через непринятие, через принятие, через доверие можно ребенка избавить от многих пагубных вещей и от огромного вреда, который может принести его судьбе. И при том, ты, папа, ты, мама, будешь больше страдать, потому что твой ребенок, потому что тебе будет больнее, чем ребенка. Ребенок даже много чего не понимает. Поэтому те недостатки, которые мы еще делаем, за них ругаем, обзываем, мы критикуем, можно их исправить через почтение, через любовь. Высвобождай слова благословения. Если ты видишь, что дурно себя ведет, благослови, скажи, мой ребенок, я благословляю. Ты мудрый, ты благословенный, ты пример для всех мальчиков, ты пример для всех девочек, ты самая-самая, ты самый-самая, ты настоящий сын, ты похож на меня. Послушайте, начинайте воспитывать в детях рицарей, принцесс, надо освободиться от слов негативных в сторону своих детей, от слов поражения. Не говори слова поражения, у тебя ничего не получится, ты не сдашь экзамен, ты провалишь, потому что ты такой. Знаете, от слов неудач, от слов слабости, от слов негативизма, во имя Иисуса Христа, аминь, потому что, когда ты это высвобождаешь, это приведет их к большим проблемам. К большим проблемам. Когда есть у ребенка мечта, когда у ребенка есть желание, есть цель, есть видение, не надо храпом, своим авторитетом давить, гасить и сказать, это все ерунда, это для тебя ерунда, а для него это огонек в сердце, для него это свет лучи, для него это надежда, для этого весь мир. Мы своей неосторожностью можем разрушить своего хрупкого ребенка, его судьбу в детстве, не понимая эти вещи. Поэтому говорите ребенку слова Божьи. Высвобождайте Божье обетование в судьбу своего ребенка. Божье обетование. Божье благословение. Призывайте кровь Иисуса. Призывайте мудрость Божью. Призывайте Духа Святого. Призывайте любовь. Призывайте и покажите примером эту любовь во имя Иисуса. Так они станут лучше. Божье благословение. Спасибо. Продолжение следует...